И здравия, воин! Наконец-таки дошел я до второй части Малезонского балета с этими переездами, войнушками, разборками и прочее, в том числе там с Акутином и еще рядом лиц. Ну, не суть. Суть в том, что наконец-таки мы начинаем разбирать и искать смыслы, истинные смыслы в том, что заложено в том, как нас программирует враг, промывает мозги. Поэтому врага нужно передумать. И особенность врага в том, что они почти все показывают открыто и переворачивают наше сознание и восприятие так, чтобы мы думали иначе. В первой части разбора второй части диалоги о Таносе, это все-таки, я думаю, не трилогия, хотя Танос появлялся раньше в Мстителях. Интересный персонаж. Я думаю, что все-таки некая аллегория есть между Таносом, корреляция, не знаю, параллель между Таносом и Трампом. Начнем с того, что фильм начал разрабатываться в 2015 году, когда Трамп еще не... Ну, в сценарии писаться. Даже не засветился нигде со своей попыткой стать президентом, но у Роя иначе течет время и иначе логика устроена. Они знают все заранее, к сожалению. Знали сейчас все иначе. Почему? Потому что у них есть иное восприятие времени. Я об этом уже говорил, чуть позже расскажу. Так вот, возвращаемся к некоторым моментам и нюансам деталям. Говорят, что ключ восприятия, он в деталях. Хорошо, мы попробуем иначе. Чтобы стрела долетела. Обращаем внимание на детали, которые показывает враг. Да, кстати, длительность фильма у меня тоже интересная была. 3, 0,1, 0,1. 11. 0,1, 11. В общем, 3 и 3 однерки. Можно выделить 3 цифры, но не важно. В общем, шестерка. Смотрим теперь детали интересные. Так, подожди, не стреляй. Видишь, куда целишься? Угу. Хорошо. Вот сейчас идет самый интересный момент в начале. Вот в этой, во всей сцене. Когда добрый папа, якобы, занимается своей дочкой. Главное, чтобы стрела долетела. Неправильно поставила ноги. Вот на этом интересно. На циферке 9 показывают браслет. Такие браслеты у преступников. Помещенных под домашний арест. И это не случайно, не все покажется открыто. Этот человек преступник. Можно делать отсылки к другим сериям. Но это не так. Потому что каждая серия, несмотря на то, что там те же самые персонажи, это отдельная история. Абсолютно отдельная. Имеет связи с предыдущими. Но, тем не менее, это отдельная история. Отдельный сценарий. Отдельная программа. И отдельная программа, помещенная нам в сознание. Что еще важно? Например, 18.04. Когда он говорит... Я это все разбирал в первой части. Но забыл сказать кое-что про целься выше. Не целься в голову. Это он говорит, что целься в голову, когда он убил Таноса. Я уже говорил в первой части, что Танос лишь исправляет вселенную. Исправляет от того вируса, которым она поражена. И который поразил, скажем так, власть имущих. Что за вирусы, роевая природа сознания и так далее. Я уже описывал во многих роликах. Все материалы на сайте Цельнозор. И образ Таноса. Естественно, он знал, с чем имеет дело. И он много раз говорил, что он лишь исправляет вселенную. И вот еще одно доказательство того. Имея абсолютную власть. Имея камни, величайший инструмент. Который позволит ему уничтожить вселенную. Он от них избавился. Потому что ему власть не нужна. И более того, он решил их уничтожить. Лишь для того, чтобы никто больше не воспользовался. Этой властью. Для того, чтобы вернуть все назад. Этот вирус возродить. Ничего случайного нет. Имея абсолютную власть, Танос пошел огородничать. Удивительно. Сложены на атомы. Ты использовал их два дня назад. Я использовал сил камней, чтобы их уничтожить. Это меня. Та же, при этом, пожертвовал собой практически. Чуть не умерев в очередной раз. Потому что умирать, это уже его привычкам. Это я со всей ответственностью взглядаю. Жертвовать собой и умирать. Я чуть не убила. Но дело сделано. Но это главное. Дело сделано. Все остальное мелочи. Я достиг своей цели. И я неостановим. Неизбежен. Да. Ничто не может отменить грядущее. Это так. Нужно все здесь обыскать. Он наверняка лжет. Мой отец творил ужасные вещи. Но он точно не лжец. Они тоже говорят прямо и правду. Он кто угодно, но не лжец. В отличие от Мстителей. Которые зачастую говорят. Ну, мягко говоря, не всю правду. И об этом тоже я упомяну. Спасибо, дочь. Возможно, я был слишком к тебе, суров. Вот только он начал налаживать контакт, скажем так, и благодарить ее. Несмотря на то, что они пришли его убивать, он благодарен. Он не испытывает агрессии к ним. Это великий человек. А это именно человек. Его оставляют каким-то страшным уродом. Это Халка оставляют симпатичным. Хотя он мутант абсолютный. Он из этого существа сделал пусть робота, но очень женственная. Ведь нигде не сказано, кем она на самом деле была. То, что она есть, он ее совершенствовал, говорит. То есть, потому что, представьте, какой жутью она была. Но он ее любил, и он ее постоянно совершенствовал. Он отдал ей все ресурсы, чтобы она стала такой, какая она есть. Ведь нигде не сказано, чем она была. Враг многое недоговаривает, скажем так. Что? Что ты наделал? Садился в голову. А вот в первой части сказано «Не целился в голову, а целился выше». Вот сам... Опять немножко переврали. Это он сказал «Целился в голову». А сам в первой части «Войне бесконечности» сам Танос сказал иной. Он сказал «Целься выше». Надо было целиться выше. Но он не сказал «в голову». Вот это тоже подмена понятий. выше, потому что это можно понимать по-разному, но в том числе более высокие тела, чем физическое. Потому что это больше, чем человек. Ну, это может быть моей фантазии. Ладно, пойдем дальше. Интересный моментик на, допустим... «Допустим...» «Тот я...» «Да». «Да». «Просто группа поддержки». Такое впечатление, что действительно мир закончился. Ну ладно, фиг с ним. Посмотрим на, допустим, 22 минуты. «Лучше бы Танос убил нас всех». Но Танос не убил, но выставляет убийцей. Это нельзя назвать убийством. Совершенно нельзя. И вот теперь они говорят, что мир в наших руках. «О моей работе, о его работе. И как мы скучаем по месту. А потом мы замолчаем. Он плакал, когда нам подавали салат. Жизнь завтра еще раз». На ключевых фразах 21-15, допустим, они... На ключевых моментах они повторяют определенные фразы. повторить завтра. И не один раз. Хорошие психологи делали все это. Отличные. Просто великолепные. Мир в наших руках. И он это сказал. Мир теперь в их руках. Ладно, идем дальше. 22-11. Появляется фраза. «На шестерочке». Появляется эта фраза. Какой-то ключевой у них город. Я не знаю, почему у нас Сан-Франциско для них очень важный город. Что они его названием проявили на шестерочке. Она 22-20. «Ты хранишь это само хранение». Там какая-то цифра интересная. Я даже не знаю, что это означает, но там три шестерки. Я посмотрел, немножко увеличил. Ну, суть-то какая. Он просыпается, вылазит из гаража. Не понимаю, почему. Тоже интересный момент. Я тут немножко сделаю обзор все-таки того, что и в первой части рассказал, но и мы пойдем дальше уже перескочим быстренько. Без деталей, которые я упомянул в первой части. В первой части разбора тоже есть интересные детали. Там и соты показаны, и много чего еще. Для тех, кто хочет, может посмотреть самостоятельно. есть на канале, есть видео цельнозора в телеграмме ВК и ОК. Смотрим. И не случайно крыса активирует этот момент. Да, тут много приврали, наврали. За пять лет естественно, никто вот этот хлам хранить не будет. За пять лет уже сто раз бы утилизацию направили. Аккумулятор бы разрядился тоже пятьсот раз и так далее. Ну, не будем обращать внимания, не будем докапываться до мелочей. Крыса, крыса. Не случайно. Что-то она нажала. Ладно. Выбрался и слава богу. Но вот тут интересный момент. показывают такую разруху. Никто не вывозит мусор, как будто бы 98% погибло. Что является абсолютной чушью, конечно же. И они постарались этому придать очень негативный оттенок к всему процессу. Например, вот тут. Когда шел по мосту. В год-зоне. Кораблей мало, вода стала чище. Слушай, если ты сейчас скажешь, что в этом есть свои плюсы. Он китов увидел. И они, мол, негативно к этому относятся. А сами глобалисты сейчас, потому что это Голливуд, это рупор глобалистов. Они сами сейчас в клипах продвигают идею сокращения населения с позитивом. Как будто это нормально. А вот обвиняют в этом Таносом. нет, ничего хорошего в сокращении населения. Только, маньяки вроде Таноса могут думать, что планета перенаселена. На самом деле не перенаселена, об этом тоже куча подтверждений. Людей меньше 5 миллиардов. И тому куча есть доказательств. Как-нибудь позже расскажу. И потребление разное, и население плотности и так далее. Я брошу тебе в голову сэндвич сарахи. Итак, что еще интересно в этом фильме? Когда он начинает рассказывать про свою идею. Скат, ты в порядке? Да. Слушайте, кто-нибудь из вас знает квантовую физику? Хороший вопрос. Кто сейчас знает квантовую физику? Откуда он сам знает? Он, мягко говоря, не специалист. Он вор, который украл костюм муравья. Человека-муравья, скажем так. Тоже не случайно муравья. У них определенное сознание и пиарит идею того, чтобы все были либо паучками мутированными, либо муравьями, либо вампирами. Но это уже другой вопрос. Бэтмен. И так далее. Но вот тут сейчас очень интересный ответ. Очень интересный прямо. Квантовая физика в школьной программе. Покажите мне ту школу, в которой в программе есть квантовая физика. Я очень хочу посмотреть на эту школу, тем более в США. Что это за школа такая? Ну, он объясняет сейчас кратко идею. Ладно, так вот. Пять лет назад, прямо перед Тоносом, я был вместе под названием квантовая реальность. тоже немножко чушь и бред, потому что реальность, она либо есть, либо ее нет, это наша реальность, и у нее есть уровни. То есть, уже снова вводят заблуждение, но суть-то не в этом. Мы сейчас разбираем не основу, не квантовую физику, не основу нашего мира, не голографичность нашего мира и так далее. Мы разбираем фильм, поэтому мы идем дальше на 44-47, например. Вот они уговаривают всех, типа собирают команду вот эту пресловутую команду, как они говорят. Типа получилось. Почему они здесь ленту Мервиуса показали? Почему не подключалось ни у кого раньше? Дай полученные результата собственный вектор и спектральный разложитель. Прям с первого раза получилось. Ну, накидали умных терминах, это когда они не хотят кого-то обмануть, они неприменимые всякие умные термины используют, но это полный бред. быстрый анализ. Прям самый быстрый анализ, надо же. За минуту она все просчитала. Не переживай, если не садится, я уже... модель собрана. Надо же, получилось, что он собирает, то ли какую-то турбину, то ли еще что-то. Ладно, изобразили, не будем докапываться до мелочей. мы пойдем к нашим 44-47. Много сцен с девочкой, что вот какой он хороший семьянин, в отличие от Таносу, который о своих дочерях вообще не заботится, делает из них монстров. На самом деле неизвестно, кто еще лучший отец, и не все же мягко говоря, показан. тот даже чужих спасает и воспитывает как своих, давая им все абсолютно. Абсолютное доверие. Да, интересный момент. Ну, это тоже на популярность рассчитано, на популизм некий. Человек. Кто это? Это Скотт? Да, я Скотт! Скотт немножко меньше, он подросток, но скафандр ему впору. Ну, допустим, тут тоже скафандр, похож, похож. Чуть уменьшился, ну ладно, похож. Вопрос, каким образом путешествие по времени уменьшает скафандр? Моя спина! Это что? Секунду, можешь его вернуть? Я пытаюсь. Да. Нужно пощелкать, постучать, и все вернется, все наладится. Это потрясающая логика голливудских фильмов. Потрясающе. Каждой бомбе большой экран, табло с красными циферками, которые отсчитывают время в обратном порядке. То есть, обратный отсчет идет. обязательно, иначе нету бомб без такого большого красного табло. Это аксиома же. Вопрос, кто ему там новый скафандр делал, потому что тот ушить невозможно. Ну, просто ржака. И вот на этом построен весь фильм. Весь фильм на такой ерунде. это ребенок в младенчестве вырастет еще вернись кота. скажу да, обязательно вручную вырубить какое-то лепестичество и все вернется. иначе никак. Мандец, ладно, мы идем дальше, смотреть более серьезные вещи, которые там заложили. человеку-муравью дают хавчика побольше. Совпадение? Ну, наверное. смотрим дальше, что тут интересно, все остальное мало интересно, они тут с Тором общаются. Тор, мягко говоря, уже не тот, опустили его как можно. С чего ему пить-то? Нет, боги тоже пивку пьют. Вообще, весь фильм деградация белого мужика, скажем так, и преобладание передачи лидерских позиций некому феминизму. Об этом в битве покажу. Ну, его таки уговорили и он вернулся. Самое интересное, битва этого со стрелами. Не знаю, как он там называется. На корабле есть пиво? Откуда пиво на корабле? ё-моё. Бред полный. Ладно, мы смотрим интересные моменты. Соты, которые почему-то в Японии изображены. Какой он? Да, это единственный вот без пива никак. Это вот просто ключевой довод, который перевесил всё пиво. поэтому он в деле типа. Откуда она знает, где он будет? Спецоперация. Якудза не знают. Сейчас скрывают своё соболожение. Она не могла найти его очень долго, но тем не менее она пролетела в Токио, а он до этого где-то был в Мексике, чтобы его встретить. Именно в момент убийства всех. сказки. Интересный момент. Солнышко. 24 везде коды 24 ведут. Шестёрочки. Вот во всей этой битве. Соты. Соты. Забыл показать, сейчас покажу. Не успел нажать даже. Соты. Ну, больше нет никакой плитки, кроме как соты. На определенной цифре. 5, 4, это девятка. 3, 8, что там. 9, 11. На 9, 11 соты. Удивительные совпадения. А там везде было 2,4, девятка и ещё. в общем, тут цифры везде в этой битве так называемой. Надо же, как быстро он бегает, но дело не в этом. Ну, естественно, прыгнули, сыганули со второго этажа и стоят. Ну, ладно, дело не в этом. Опять же. вот тут 24, вот тут 24 опять, и определенные символы 8 символик и забить весь фильм весь фильм тоже семерка в кадре интересно с чего бы 7 звезда и тут определенность в общем тут коды чуть ли не в каждом кадре вот что мне нужно ну мы идем к более серьезным интересным вещам да она пришла его типа вытаскивают все больше нет ну ну на два тестовых полета один тестовый вопрос почему он не готов если он много раз делал подобное ладно я не готов я могу с чего это он не готов он постоянно уменьшается увеличивается у него есть опыт узнаем как себя вести и так далее и вдруг он не готов странно я готов клиент у тебя может кружиться голова из-за хронозы и как это она что там за проекцию не включил ладно с чего она лезет в настройки тоже интересно в общем тут у меня вопросов немерено но дело не в этом самое интересное чуть позже они рассказывают это идеология почему они вдруг решили отправиться в прошлое именно таким образом это ни в какие ворота не есть я не переживай погоди у меня вопрос если мы можем вернуться во времени то почему не найти и таноса в младенчестве и вот хороший вопрос потому что ну даже если время линейно а оно не линейно то почему бы не изменить эту линию во первых это ужасно и тогда во вторых время так не работает все вот хороший вопрос как же работает время вот об этом можно подумать поговорить меня в прошлое ты не меняешь будущее мы вернемся когда будем ко мне раньше данос если изменив прошлое не меняет будущее то имеется до настоящее то есть то что они пытаются делать то вопрос где логика я вот вообще не понимаю если изменение прошлое не изменит ничего в их реальности то чем они вообще занимаются и это главная идея фильма они меняют реальность меняя прошлое но сейчас они говорят обратно то есть из обратной логики вы выводят то есть они противорачат себе это как у таноса не будет камней проблема решена бинга это не так работает а я откуда она знает как это работает вопрос шутся так что откуда кто сказал стартрек терминатор патруль времени тайм авто тайм квантовый скачок излом времени где-то во времени про джакузи машины времени в джакузи приключения милой и теда в любом фильме про путешествия во времени крепкий орешек нет не вот кстати к чему они упомянули критки крепкий орешек там брюс виллис убивает истинного арийца на самом деле который пытается остановить геноцид белой расы но по-своему выставляя тоже его придурком вот к чему они это упомянули здесь они могли все что угодно упомянуть но нет это известно не знаю почему все в это верят но это не так и подумай и когда ты отправляешься в прошлое она становится будущем а твое настоящее становится прошлым который не изменить в новом будущем именно отличная идея то есть вот у них есть победа таноса тогда что они делают они не могут это отменить то есть они сейчас будут пытаться создать новое будущее сейчас но прошлое они тоже изменили они забрали камни там где логика как все это на самом деле работает если путешествие во времени говорят что наука к этому немножко подходит создает некий темпоральный кристалл что-то может перевернуть буквально как раз таки в двенадцатом тринадцатом году когда все начало меняться якобы структуры есть какая-то физики которые движется как минута в часах а как в часах минута минут на стрелка имеется ввиду вот и эта статья называется научный как минута в часах как литр в машине движется никак минуты это единицы измерения часы это физический предмет прибор механизм ладно не затрачиваю энергию и не остановлюсь никогда из разлома в симметрии времени это почти квантовый компьютер как квантовый компьютер из разлома в симметрии в гармонии некой не важно где нарушается гармония вот принцип запроса это и баланс и нарушение баланса это все символ мироздания так вот нарушается симметрия времени соответственно как квантовый компьютер так же может быть создана некая машина времени но сейчас почему-то квантовый компьютер не работает как и машина времени я буду рад если кто-то мне докажет обратно или покажет работающий квантовый компьютер обычными компьютерами до симуляции можно делать по прежнему но я работаю над этим а сейчас это не работает то что работал в двенадцатом году сейчас не работает совсем кто хочет поизучайте вопрос теперь время симметрично и дисбаланса времени даже в кристаллах получить невозможно а если возможно это лишь залечивается сразу но я просто к чему я к тому что кристаллы времени существовали и путешествие во времени в принципе не то что возможно можно изменять течение времени но делать то что они делают в этом фильме на мой взгляд полный и абсолютный бред вот основная идея то есть они реально меняют прошлое эффект бабочки наверное существует изменив что-то в прошлом каскад тебя нахлопнуть сейчас в то же время есть теория что время исправляет себя так и как то так много-много вопросов и есть теория такая что действительно время исправляет себя и таких вопросов много не только у меня и можно прям в онлайн найти много неудобных вопросов да но идея в том что действительно время исправляет себя события события исправляет себя и об этом есть много теорий на самом деле вот эта теория что можно исправить будущее немножко изменив прошлое она не имеет никакого основания это просто влажные фантазии вот что я хочу донести до тебя воин весь этот фильм это влажные фантазии так назад в будущее таблица вашей а если это бред собачий назад в будущее то получается можно из изменить прошлое и ничего не изменится в настоящем тогда опять же где логика вот что я хочу понять какая теория верна то что время линейное есть эффект бабочки как в одноименном фильме который они тоже могли упомянуть кстати вместо крепкого орешка но они упомянули почему-то крепкий орешек если у кого есть какие-то мысли пиши воин мне реально интересно потому что в таких фильмах случайностей не бывает абсолютно смотрим дальше фильм действительно заслуживает полноценного разбора с остановками потому что каждую сцену нужно продумать она того стоит в семнадцатом году в пятнадцатом году им еще было чем думать было ладно клинт начинаем через три два один интересный момент вот чем они вообще занимаются тут идет выбор каких-то пространство вариантов хорошо но если он сунулся в прошлое по времени то у меня интересный момент вопрос возникает И сейчас я его задам когда он был в лаборатории вопрос как он в пространстве то перенесся он в другом месте каким образом перенос во время не переносит в пространстве ладно якобы к себе домой папа пап интересно тут тоже какие-то символы ну ладно не будем это разбирать потому что есть более интересный символ вот тут тоже сота бывают совпадения ладно но там есть более интересно эй смотри на меня ты цел сработало сработало интерес сессия штурма кражи времени они прям так и назвали кражи времени сессия мозгового штурма да надо же тут тоже показывают разные камни цели все как у лучших фантастических фильмов это реально один лучших но документальных фильмов с чего начать во первых эфир не камень кто ты вопрос а почему все камни бесконечности а вот эфир не камень странно вот он назвал камнем это скорее красная кучка грязи или а почему это стало красная кучка грязи вот с чего камень который при взрыве стал камнем изначально потом стала некой субстанции и почему это субстанция вместе они распределена по всей вселенной хороший вопрос у меня есть ответ он в сеансах тоже есть должен быть выложу еще раз говорю фильм документальный типа того так что кое-кому лучше перестать его так называть ладно идем дальше конечно эпическая музыка эпичная там рассвет обязательно только на рассвете это все делается иначе никак пять лет назад мы проиграли пять лет назад что было пять лет назад фильм вышел 19 что было пять лет назад у них хороший вопрос я хотел бы знать на него ответ всем потеряли друзей да надо чем эй алло странно ну 44 минуты разборки разбора я думаю по техническим причинам можно остановиться я разберусь что происходит но я примерно знаю и мы продолжим в наверно уже в третьей части этого разбора добра всем на сейчас достаточно 44 минуты моего надежа и вопросов это не для всех добра вы а у о о о о о о о